всем доброе утро прекрасный день для того чтобы поставить эксперимент над своим организмом очередной и попробовать на неделю по максимуму избавиться от сахара ну то есть исключить сахар в чае кофейки всякие там сладости печенюхи все остальное вот посмотрим что из этого выйдет как бы с самого утра сейчас я пью чай совершенно без сахара а пока еще отвращение нет это был день 1 и еще вместо хлеба я постараюсь использовать фитнес-хлебцы всякие там в общем все что угодно только не хлебобулочные изделия посмотрим что из этого выйдет неделя покажет чайник уже закипел и будем пробовать хан чай растворимый молочный чай с ядированной соли особенность его в том что здесь есть сливки и совершенно отсутствует сахар чай высшего сорта 6 процентов натуральное цельное молоко тридцать один и пять процент молочные сливки сухие 58 процентов ядированная соль 4 5 процента высыпать содержимое в чашку добавить горячей воды около 200 миллилитров и все обычный белый порошок веселящего характера консистенция типа чая кофе три в одном как-то так заливаем засыпаю готовить будем к термокружке получился как мак-кофе или чай с молоком даже больше цвета не определенного какао ну солью такое конечно есть конечно после этого не захочется ну качестве разнообразия можно раз попробовать но постоянно делать через солью это по моему перебор сколько воды придется выпить в таком случае запаренный изюм с кофейку без сахара верх наслаждение вечером главное что один день никакого сахара шел второй день без сахара на этот день я основательно уже подготовился взял с собой яблоко и вместо соленого чая сегодня будет кефир в принципе даже в первый день организм потребовал замещения в виде обычного изюма и вечером я все-таки его запарил и съел вот в принципе даже кофе без сахара вполне таки съедобный продукт не могу определиться что лучше чай без сахара или кофе но чай с солью это конечно вообще жесть вот такой вот обед хлеб я не беру но на макаронные изделия в конце дня очень сильно тянет особенно на работе как приготовить такую лапшу можете посмотреть по ссылке в описании но продолжаем держаться без сахара ну соответственно без хлеба хлеба булочных изделий посмотрим что выйдет какие будут результаты это особый вермишель с особым соусом приготовленная по особому снова утро день 3 опять кофеек без сахара жить оказывается очень даже просто это даже проще чем бросать курить вот потому что как такой бой ну как бы сказать зависимости тяги сладкому вообще не испытываем что я заметил заметил то что меньше захотелось есть вот как только второй день прошел утром вообще не хочется завтракать насыщение от обеда допустим и ужина тоже происходит намного быстрее и нет вот этой вот тяжести после того как поел попил сладкого чая поел шоколадки вот поэтому попробуйте может быть кому-то будет полезно ограничить хотя бы поступление таких сахаров шоколада печенье свой организм но мы едем дальше четвертый день вообще все прекрасно жизнь прекрасно все хорошо сахару никаких претензий и никакой тяги абсолютно но всем кому интересно будет вообще с чего как бы все это началось я ссылку в описании видео оставлю там рассказывается о пользе того процесса отвыкания от сахара в принципе что с вами произойдет можете почитать вот я решил на себе все это проверить именно поэтому как бы все и понеслось так что четвертый день полет нормальный если очень очень сильно захотелось сладко можно съесть немного фиников они ужасно сладки и очень сильно калорийные 100 граммах продукта почти 300 килокалорий но тем не менее они такие сладкие под чай под кофе в районе 10 штук очень даже ничего день 5 без хлеба и сахара чай все таки лучше чем кофе раньше этого как-то не понимал не понимал из-за того что там присутствовал сахар но теперь я понимаю что такое чай посмотрим что будет дальше шестые сутки без сахара полет нормальный главное не поддаваться на ошибочное мнение что мед это не сахар многим диабетчикам запрещено употреблять мед особенно больших количествах потому что добросовестные пасечники могут подмешивать мед пчелам разбавлять мед о вернее не мед а сахар разбавлять водой и подмешивать его мед в чистом виде именно поэтому запрещено думать и распространять такие мысли о том что мед это не сахар даже если вы на сто процентов уверена лучше не употреблять мед в больших количествах вообще лучше его исключить поначалу отвыкания от сахарной зависимости ну вот пролетела неделя сегодня седьмой день ну как обычно без сахара вместо сахара можно использовать все что угодно любые подручные средства такие как изюм бананы кефир с бананами превосходно заходит под миксер клубника я не знаю там манго сушеная лишь бы просто не натуральный сахар вот ну смысле не песок не и рафинат также минус хлеб и все это в совокупность дало минус 2 килограмма отвеса вот причем это всего лишь за неделю пил я столько же сколько и раньше воды и ел может быть даже меньше потому что 5 такового нет и это факт сахар действительно нагнетает аппетит жорочь такой вот без него намного проще в общем кому было интересно можете сами поэкспериментировать попробовать что получится у вас внизу будет две ссылки на две интересные статьи о том что с вами будет происходить если вы откажетесь от сахара но так все пока до новых видосов